Здравствуйте! С вами Ольга Воронова и канал 7дач. Сегодня мы поговорим о том, как обеспечить отличный урожай томатов в следующем сезоне. Вы, наверное, спросите, а не рано ли я об этом говорю? Ведь на рассаду еще очень-очень не скоро сажать очередные томаты очередного сезона. Нет, как раз нет. Именно сентябрь это ключевой месяц, чтобы исполнить мечту садовода. Супер томаты вырастить. И подготовку надо начинать именно сейчас. Потом поздно будет. И для этого, для реализации вашей мечты, потребуются тоже томаты, точнее растения томатов. О чем это я сейчас говорю, вы сейчас сами все и увидите. Не удивляйтесь, но у меня даже в сентябре в теплице еще полно томатов. А что такое? Не зима же еще пока. И потом теплица. У меня теплица стеклянная, она очень сильно нагревается даже при малейших лучах солнца. И там для томатов вполне комфортно. Тем более, что у меня растут такие гибриды, которые, скажем так, очень урожайные. Быстро отдают урожай, поспевают стопроцентно. И они как бы не сильно поражаются фитофторой. Это гибрид королева. Также у меня черри ваше благородие, черри краски, пламя. Все эти замечательные томаты у меня уже есть. Еще есть. А главное, у них есть, как видите, листва. Вот это, как многие садоводы и огородники скажут, что это неправильно. Но действительно, это неправильно. Потому что, чтобы томаты вызоревали, то листву надо даже в августе, то уже удалять ближе к концу. Иначе могут не вызреть. Но я могу себе такое позволить, так как вышеперечисленные гибриды. И вы тоже обращайте внимание, что нужна вам будет листва. Сразу скажу, открою тайну, так сказать. Вам нужна будет листва томатов. Вот почему я ее и оставляю. Но листва должна быть свеженькой, здоровенькой. Поэтому следите сами, какие у вас сорта гибриды. Если они подвержены фитофторе. И фитофтора есть, такую листву, конечно, надо сжигать. В дело у нас пойдет только нормальное, хорошее, здоровое. Так что, не случайно я ее оставила. Хотя это и не совсем правильно. Именно из нее я сделаю свое суперсредство. Ну вот видите, есть томаты, есть и листва. Томаты спеют, листва им как-то особо не мешает. Но зато у меня всегда в распоряжении хорошенькая листва. Ну а тем, у кого, так сказать, нежелательно листву оставлять, тем я предлагаю, если это не сделали, то, конечно же, на будущее. Эту листву по мере посынкования все-таки оставлять. Оставлять, ну и сушить. Что же делать? Сушить все равно, этим можно будет воспользоваться. Сноп, это как раз очень хорошо. Из этого снопа я и возьму листья. И верхушки, и просто листья. Одним словом, запасусь помидорной ботвой. И все-таки тут я должна кое-что объяснить. Объяснить, зачем это мне сейчас, осенью, потребовалась помидорная ботва, и зачем она вообще, какая связь с будущими помидорами. А вот какая. Скажу достаточно коротко. Но томаты, это совершенно особенные растения. И их особенность главная заключается в том, видимо, это эволюционно так сложилось. Вот такие они растения, что они просто обожают расти на собственной ботве. Но это, конечно, не стоит понимать буквально. Но, в общем, грунт, гумус, я не знаю, почва, которая для томатов самая лучшая, это та, которая сформирована из их перепревшей ботвы. Вот поэтому я и собираюсь точно такой грунт, помидорный грунт для помидоров и сделать. И сделать его нужно именно сейчас, в сентябре, еще тепло, относительно тепло, и грунт этот может сделаться. И как раз к нашему уезду с дачи, и консервации дачи окончательной, уж к ноябрю грунт будет. Можно будет взять домой и рассаду томатов сажать именно в этот грунт. А потом остатки грунта, посаженных уже томатах, высыпать на ту же самую грядку и прикопать. То есть в дело пойдет все. А как сделать, я сейчас покажу свою методику. Я вам покажу на небольшом объеме томатной ботвы. Главное, чтобы вы поняли принцип. Что я делаю сначала? Значит, сначала я измельчаю помидорную ботву, ну где-то кусочки 2-3 сантиметра должны быть. Если ее много, можно в ведерко. В общем, самое главное, сначала измельчить ботву. Здоровую, еще раз повторяю, никакой фитофторы быть не должно. Итак, ботву томатов я измельчила. Что я делаю дальше? А дальше, вот в этом ведерочке, у меня компост. Хороший компост из моей компостной кучи. И сейчас я его добавлю к этим томатам. Сколько по объему? В три раза меньше, чем объем этих томатов. Вот и все. Не надо ничего ни на каких весах взвешивать. Это получается вот так. Томатов немного, соответственно, тоже немного компоста. И вот так, как тесто помешало, руками усреднило. И что-то еще надо сюда добавить. Вот только что. А вот что. У меня такой интересный порошочек. Много таких порошочков. И везде они продаются для дачного туалета. Разные разновидности. Они все подойдут, потому что тут особые бактерии. То есть как бы вот М-препараты не обязательно. Достаточно вот так вот. Ну сколько? Ну так, чтобы это было заметно. Просто вот буквально с чем сравнить количество. В общем, посыпать обильно, как сахаром пирог посыпают. Не чуть-чуть. А вот именно, чтобы этот порошок был виден. А дальше он уже начнет работать. И перемешиваем с компостом. С этим пайворатом для дачного туалета. С помидорной ботвой. И вот готова наша, как сказать, смесь для производства особого томатного грунта. Теперь дело за мусорными мешками. Мусорные мешки. У меня два мешка. Почему два? Потому что я вставлю один в один. Для большей прочности. Они же такие тонкие, они же рвутся очень сильно. И вот свою смесь будущего помидорного грунта я высыпаю в эти два мешка. Что дальше? Буквально, видите, у меня леечка маленькая. Я хочу этим показать, что буквально две чайные ложки воды. Лишь мы увлажняем вот эту затравку. Не надо тут поливать лейками. Все. Влажно и хорошо. И завязываем наш мешочек. Завязали. И можно секатором, можно гвоздем. Три-четыре дырочки. Больше не надо. Это для того, чтобы все-таки воздух туда поступал. А это нужно для процесса. Ну и что? Теперь на огород. Поставим его где-нибудь в такое место, где мы редко ходим. Допустим, уже что-то с грядок убрали в сентябре. Вот, значит, в борзды между грядками, в проходы. Можно просто поставить. И мешочек будет стоять, а процесс будет идти. Будет и солнышко попадать. В общем, короче говоря, прекрасно. В помещении это делать не получается. Лучше, чтобы это было на улице. Где есть и ночь, и солнце, и день, перепад температур. И будет наш грунт постепенно делаться. И уж к первому ноября он точно будет готов. Понесла его, а также еще мешочки. Вы можете сделать столько мешочков, сколько надо. Понесла на огород. Поставлю на процесс. И да здравствует новый сезон. Теперь я вот эту вот заготовку, эти мешочки, ставлю в ряды между грядками. Никому они тут не мешают. А делаться процесс начнет. И будет. И скоро томатный грунт будет готов. И, кстати, скажу по секрету. Те замечательные томаты, которые все еще в сентябре плодоносят в моей теплице и не болеют, они тоже сделаны по этой технологии. И рассада сажалась в помидорный грунт. И потом этот помидорный грунт был добавлен в землю теплицы. Вот такой секрет я вам раскрыла. Попробуйте. Это будут замечательные томаты. Я думаю, вы не знали, что томаты обожают расти на своей ботве. И не только томаты. И петунии тоже. Потому что петунии родственники томатам. Это тоже поселеновые культуры. Ну а сейчас я прощаюсь с вами. С вами была Ольга Воронова и канал 7дач. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях.